Обаятельные, заботливые и успешные. В республике чествует представительница прекрасной половины. В эти выходные объявили имена финалистов регионального конкурса «Женщина-лидер». А в Научебоксарске прошел ежегодный фестиваль активисток женского движения. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Они ведут за собой, ставят амбициозные цели и добиваются успехов. Руководители сельхозпредприятий, заводов и школ, главные врачи, начальники отделов администрации. Прекрасной половине и любое дело по плечу. В этом году за победу в республиканском этапе конкурса «Женщина-лидер» боролись более 30 дам. Глава региона отметил, что выбрать лучших было непросто. Наград достойны все участницы. Прошли определенный ответственный такой путь, имея свои таланты, внутреннее вдохновение, занимаясь творчеством. Женщина, с одной стороны, когда имеет предприимчивые предпринимательские жилки, должна быть на самом деле лидером. Любое дело спорится, когда его продвигает семья. Татьяна Орюхина вместе с супругом руководит магазином в городе Шумерля. Бизнес-вуман одержала победу в одной из номинаций. Почему семейная? Когда-то начинала мама этот магазин. В свое время пришла в 18 лет. Ну и потом вот я все это продолжаем с одним этим магазином. Лучшим молодым лидером стала заведующая детским садом родничок Алена Семенова. За председателем кооператива «Герой» Галины Ивановой победа в номинации «Сельская женщина-предприниматель». Руководителем года признали директора 18-го лицея Наталью Бахмисову. Я создала коллектив, который, начиная с 2014 года, входит в топ 500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации. Мы регулярно занимаем призовые места на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Лучше нас единый государственный экзамен, наверное, никто не сдает. Когда они вместе и целого мира мало. Наочбоксарские клубы и советы женщин сейчас объединяют более 500 человек. Каждый год прекрасные дамы встречаются на городском фестивале. Фестиваль «Вославим женщину» проходит вот уже десятый год подряд. Его участницы подготовили концертную программу и выставку подделок от местных мастериц. Такие встречи для членов женсоветов и клубов города становятся поводом к себя показать и у других поучиться. Мы собираемся в школе на все праздники и также приносим свои блюда, кто во что гораст. Ну, также свои изделия по рукоделию, кроме кулинарных блюд. У нас вообще коллектив очень дружный. У меня как учитель технологии иногда приходят, спрашивают, как это связать, как это шить. Потому что у некоторых учителей дети учатся у нас в школе. Я у них и хочу шить, вязать. Мы занимаемся очень интересным делом. Мы печем хлеб. Как-то попалась в мои руки закваска, и я поделилась членами коллектива. На мое удивление начали печь хлеб и молодые наши учителя, работники, и, в общем-то, пожилые. Хлеб на закваске. Делаем разный хлеб. Не только мастерицы, но и кулинары со стажем. Члены женского клуба «Возрождение» специально к фестивалю испекли необычные пироги. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот она, избушка на курьих ножках. Вот баба-яга тут мы соорудили. Вот тут и кот по цепи ходит. Вот фантазии у всех. Глава республики отметил, что в Союзе женщин Новочебоксарска реализуют эффективные проекты. Задача активисток клубов и советов – воспитание молодежи на основе семейных ценностей. Гражданские инициативы в правительстве региона стимулируют. На ваших примерах остальные тоже становятся неравнодушными. Ради чего? Ради того, чтобы у нас в обществе процветал мир и согласие. Всегда же говорили, значит, это она. Душа Богу, сердце женщины. Долг Отечеству, честь никому. Всегда делайте добрые дела с чистыми помыслами. Лучшим из лучших вручили госнаграды. Благодарности и часов от главы региона были удостоены учителя и воспитатели города. Дмитрий Ковалев, Алина Сусмятова, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Игорь Зверев и Юрий Марков. Республика.